До голосования на думских выборах осталось меньше шести месяцев. Но три партийные отборы во всех партиях должны состояться как можно раньше. Единая Россия свой выбор сделает по результатам праймерис, от проведения которого отказались все партии. Сравнивать Единую Россию с партиями позиций и поставить их на один ряд не имеет смысла, потому что Единая Россия и партия власти несут ответственность сейчас за реальную политику в стране. Во-первых, Единая Россия хочет быть адекватной и главный запрос, почему необходимый праймерис, это постепенная ротация власти и обогащение ее новыми идеями. Такие идеи могут быть только в условиях открытого диалога с обществом. Соискателям от Единой России на этих выборах не особенно повезло. Раньше, чтобы стать кандидатом крупнейшей партии, достаточно было близости к партийному руководству или региональной политэлите. Сейчас этого мало. Нужно уметь отстаивать свою позицию. На этой неделе дебаты прошли в главных ямальских городах – Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. Дебаты стали обязательными. Это, опять же, одна из инициатив Единой России, потому что, чего греха таить, в регионах фактически реальных подготовленных дебатеров нет. Если есть, это единицы. Все дебатеры, вы знаете, они у Соловьева на программе, и только на уровне федерального. На самом деле это так. «Единая Россия» запустила проект «Кандидат для политиков». Это отбор и подготовка к дебатам. Для многих это первый опыт публичных выступлений. И сразу словесная дуэль. Участник праймерис в Госдуму Владимир Пушкарев – исследователь и ученый. Учиться политике он ездил в Москву за свои деньги. Полученные знания опробовал на площадке в Салехарде. Об Арктике говорил дельные вещи. Ему бы уверенности, но это как в спорте. Нужны тренировки и состязания. Для меня это первый опыт, на самом деле, участие в таком формате, в таком общении. Для меня это очень интересно. Что-то новое, необычное. И, скажем, возможность высказать свою точку зрения, пообщаться с людьми, увидеть других. Ну и себя почувствовать как-то в этом кругу. Григорий Литков уже почти пять лет как депутат, но ему непросто. Опыт, конечно, большое дело. Можно научиться говорить правильные вещи, быть интересным для журналистов, но остаться незаметным для населения. Тут нужна та самая харизма, которую не пощупать и на зуб не попробовать. С ней можно даже не говорить, а выразительно молчать. И это будет громче слов. У Литкова с харизмой порядок. В любом случае это, как сказать, маленький экзамен. Внутри должно быть такое все равно. Некая готовность, какой-то адреналин. В Новом Уренгое в словесной дуэли сошлись претенденты на кресло в Тюменскую думу. Казалось бы, о чем говорить на фоне сокращения бюджетных расходов. Особенно если учесть, что Медведев попросил не давать пустых обещаний. Коренной северянин, депутат Тюменского парламента, Фуат Сефединов, гарантирует. Тюмень продолжит заботиться о здоровье ямальцев. За годы финансового благополучия регионам соседям удалось создать подушку безопасности. Тема, которая озвучена на наших дебатах, она так и называется, сотрудничество. То есть работать, помогать друг другу, вышивать вместе и желать так, чтобы было хорошо одному и другому субъекту. В ноябрьске политические оппоненты – представители одной партии. Но позиции разные. И это правильно. Единомнение не позволяет рождаться новым проектом и идеям. Для групп поддержки это тоже экзамен. Но умение слушать и слышать. И, конечно, учиться. Если честно, я не очень пока разбираюсь в тонкостях предвыборных кампаний и так далее. И я так понимаю, для Ямала это что-то новое, вот такая форма общения. И мы все учимся. В автономном округе праймерис определит кандидатов на выборы двух уровней – в Госдуму и Тюменскую областную думу. «Единая Россия» пока не озвучила свою предвыборную программу. Но понятно, что ставку в этой кампании она сделает на опыт. А пока кандидаты учатся дебатированию. Это поможет «Единой России» выигрывать крупные выборы с высокими рейтингами.